Ах, мне свет надо. Хорошо, у меня в упсе осталось на несколько минут. Вырубай, я без микрофона могу говорить. Значит, тат, савитур... Вареньем. Наше варенье. Вареньем переводится... Вареньем. Вареньем. Вареньем переводится, значит, как почитаемый. Ну, короче, сваренный, почитаемый. Тот, кого почитает. Вареньем. А? Записывай. Записывай. Хорошо. Значит, бур бхуас вага, тат, савитур вареньем. Савитур побудитель, значит, и вареньем почитаемый. Так. Следующая строчка, то есть уже третья. Бхарго девасья. Дгимаги. Три слова. Бхарго. Бхарго. Бхэ. Бхарго. Ну, есть украинское слово. Бхарго. Бхарго. Как-то я не помню, что оно там обозначает. Бхарго. Бха. Бхарго. Бхарго. Бхарго от слова бха. Бха – это свет. Значит, светоносный, получается, бхарго. Девасья. От слова дева. Божественный. Девасья. Девасья. Без М. Девасья. Божественный. И третье слово в этой строчке – ДГИ-МАГИ. ДГИ-МАГИ. То есть ДГИ-МАХИ. А вообще ДГИ-МАГИ. Ну, ДГИ, ДГИ-АНА, ДГИ – это созерцать. МАХА – это, наверное, значит, великое, значит, великое созерцание. То есть созерцаю в переводе. ДГИ-МАГИ – это созерцаю. Получается так. Созерцаю – божественная светоносность. Потому что первое слово бха, бхарго – это светоносное. Девасья – божественное. И ДГИ-МАГИ – созерцаю. Созерцаю – божественный свет. То есть переводится все сзаду наперед. В санскрите. Поэтому каждую строчку, значит, вы можете с последнего слова прилагательные, и первое – оно существительное слово. И последняя строчка, четвертая, в этой длинной мантре Гаятры. Это самая длинная же мантра. Будет ли, длинных не надо. Вот это основная. Значит, ДГИ-ЙО. ДГИ-ЙО. Потом отдельно ЙО. И последнее длинное слово – прочё-да-Ят. Это почти как прошу-дай. Прочё-да-Ят. Ну, прошу, смилуйся, как прошу-дай. Прочё-да-Ят. Прочё-да-Ят. Дай-Ят. 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 Дай-Ят, да-Ить. Вот это, выдаивать, понимаешь, это. Дай-Ят. Дай-Ят – это вообще милосердие. Дай-Ят. Дай-Дай-Дай-Дай-Дай-Дай-Дай-Дай, поют цыгане. Дай-Дай-Дай-Дай-Дай-Дай. Дай-Ят – это милосердие. Цыгане же родственники индусам, понимаешь? Просто они многие позабывали, слова те употребляют, но они уже другое подразумевают, но понимают, что это что-то хорошее. Вот. Значит, я не помню точный перевод, но вся эта строчка примерно так, что, значит, поведи меня по своему пути и смилуйся. Примерно так. Вот вся эта строчка. Надо просто словарь посмотреть конкретно, там уже я не очень точно. Ну, в общем, дгйо, йо, нах, прочо даят. Да поведи нас и смилуйся. Вот так примерно. Потому что дай – это милосердие. Вот теперь смотрите в текст и поправляйте, и слушайте. Я буду еще раз петь. Ом Бхур-Бху-ва-сваха Тат-савитур-вареньям Бхарго-дева-сьян-дима-хи Дхи-о-йо-на-пра-чо-дайак Хари-о, можно Хари-о, можно просто Ом Бхур-Бху-ва-сваха Тат-савитур-вареньям Бхарго-дева-сьян-дима-хи Дхи-о-йо-на-пра-чо-дайак А теперь как Сайбаба поет, чуть-чуть другая мелодия, хотя почти то же самое Он тоже поет, ну может быть чуть-чуть побыстрее Это в Бабаджи в Гималаях так йоги поют Ом Бхур-Бху-ва-сваха Тат-савитур-вареньям Бхарго-дева-сья-дима-хи Дхи-о-йо-на-пра-чо-дайак Хотя в принципе нужно медленнее петь То есть мантра Гаятри только медленно, ни в коем случае быстро Сам это значит, когда быстро начинаешь петь, там может йога может тебя трезубцем по голове стукнуть Сказать, куда спешишь, куда Вот так вот, это вот мантра Гаятри Теперь А, ну да, мантру Гаятри петь можно всегда Особенно, значит, когда у вас контакт с водой Вот вы имеете в виду Сайбаба говорит, что он там студентам своим, и там, ну ученикам там и все В общем, он, когда душ льется, вот когда водопад, залезаете в воду, вот льется вода Вот тогда и произносите, потому что это обожествляет, потому что она заряжает и воду и все остальное Но, значит, некоторые йоги и тантрики, они мне вообще советовали, говорят, самое сильное действие мантры Гаятри Это когда ты заплываешь в реку, в море, в озеро, в океан, ложишься, не шевелишься Набрал воздуха и в уме произносишь мантру Гаятри Это самое сильное действие Если ты час, два, три, там, ну пусть в теплой воде летом, там, даже в холодной, где я в проруби лежу, мантру Гаятри могу произносить Или просто короткие какие-то имена, но вообще мантра Гаятри действует, когда лежишь в воде еще сильнее Потому что оно еще и через воду действует Вот Мантры Шивы Так, типа, поехали Теперь самая главная мантра в Шиваизме, в тантре и, в общем, все Ом на массивая Ом на массивая Так, я ее пою, а вы записывайте Ом на массивая Во многих храмах в Индию, когда приедете, вы услышите, там она звучит Или из динамиков, или из угла, со всех сторон, изо всяких колонн Ходишь, она звучит Ом на массивая 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 Так, вот единственную ошибку не делайте, когда произносите Не ом на массивая Нельзя Букву А вторую тянуть нельзя Потому что если вы тянете А, второе, то есть второй слог Или буква там И, значит, в каком-то там, это женский род То есть протяжное второй слог Или, значит, буква И, это женский род в санскрите Поэтому ом на массивая Это вообще неверно Это значит она, всеблагая Шива Шива, это она Шива, это он Всеблагой А так всеблагая Если вы хотите сказать, что всеблагая, тогда, конечно, произносить Шива Радга Понимаешь Так, буква А в конце Или когда ее тянешь Вот это, это женский род Значит, ом на массивая Лучше тянуть Вот вы смотрите, как я произношу Так я быстро сминаю вот эту А А потом Я Ом на массивая Я Ом на массивая Я уже можете тянуть А ом на массивая Неправильно Ом на массивая 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 Не поются? Ха Намах Намах Хэ Вот намах Оно с придыханием Оно не произносится Никогда в санскрите Оно намах 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 Иногда Ну ударяют когда Тогда произносят Ом на массивая Или ом на мо Ом на массивая Это почти без разницы Там какие-то падежи Там это не имеет значения Ну вообще намах Теперь Еще одна мантра Мантра Это в шиваизме В вишнуизме В кришнаизме Другая мантра Традиционном Значит Там Значит Повелителю людей Колесничему людей Нараян Такое имя То есть вишну Понимается Или там Всепроникающий аспект Бога Понимается Как Нараян Нара Это человек А яна Колесница То есть колесничий людей Ну то бишь тот Который везет нас всех Он в нас внутри Везет Нараян Это вот В вишнуийских храмах Там оно звучит Везде Они там сейчас Тоже динамики Расставляют Неизвестно откуда Звучит Звук летает По всему залу И ходишь И везде Просто чум Такой стоит Ом на му Нараян Ом на му Нараян Пишите Ом на му Нараян Полезно повторять Ом на му Нараян 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 Записали Все Но хотя бы один раз всегда повторяйте, когда я произношу, чтобы вы лучше включились. Так, сколько там минут у нас? Сколько времени сейчас? Без 20? 11. 11. Так. Значит, ты хотел насчет коленей ему. И я. Так. Теперь у нас 5 минут. Значит, все, мантры отставляйте. Это мы еще раз приступим. Если в следующий раз придете, значит, я вам продолжу. Вам мантр хватит на всю жизнь вот этих, которые я вам продиктовал. Этого достаточно. Сильно много – не обязательно. Важно какую-нибудь, которая вам понравилась. Ну, и то по настроению. В другое настроение, в другую какую-то и все. Это дело такое. Вот. Те вот универсальные вначале, они не зависят вообще от религиозности и от того, в какой-то религии. Можно повторять, как биджа мантры, которые включают. Значит, массаж. Сейчас массаж коленей я покажу еще раз. Пока тут еще не началось. Значит. Тут две статьи как раз газетные. Кто ничего не знает обо мне, вот можете взять их, кстати, и народу там показывать его. Потом подойдете и возьмете. Значит, смотрите. Значит, нужно засучить обязательно. Не стесняйтесь, засучите штанину. Значит, вот как меня учил учитель. Садишься вот так вот. Одну ногу сюда. Ну, хотя бы как-то. Можно и так. Вторую ногу в сторону. Вот так вот отвести. Чуть-чуть отодвинуть ее. И вокруг чашечки. И со звуком Ом. Ом. И прям посылаешь энергию. Вот так вот руками делаете. Вот так вокруг чашечки. Только не по штанам, а засучить по голой штанине. По голому колену. И вот так. Да-да-да. Вот так. Раз засучить ничего страшного. Никто не забывает. И вот так вокруг. Вокруг. Только не вот так вот. Это не годится. Вот четко вокруг. И пальчики. Пальчики вот не оттопыривайте. Ом. И Ом произносите. Ом. Вокруг. Вот так вот не годится. Вот. Это тоже не годится. Вот вокруг. 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 И, значит, и как можно дольше. Пока не анимеет вот это вот место. Или вот здесь вокруг колено. Или это. И это то и другое они анимеют. Вот это вот все время делать этот массаж. Когда анимело. Ом произносите. Ом. Ом. Остановили и подержали какое-то время. Там минуты три, четыре, пять. Разогревается все. И просто Ом в вечность. Ом в вечность. Входит в колено. То есть почему-то исцеляются, проходят все эти болячки. После этого опустили вот точно так же ногу сюда в промежность. Вторую ногу точно так же. И тоже подержать какое-то время. Значит, здесь вот колено прогреется. Это вообще и спортсменам, и людям пожилым, у которых колени или больные колени там. Или порванные мениски. У меня были порваны. Это всем очень полезно. После этого обратно эту ногу сюда в промежность. Потом попробовать эту положить рядом. Постепенно вот так каждый день. И просто посидеть. Можно дыхательные упражнения потом поделать. После этого вы постепенно начнете подтягивать вот так вот. Затягивать. И обязательно вот делать очень медленно. Ни в коем случае не рвите ноги быстро, потому что порвете мениски. Поэтому потихонечку, потихонечку, потихонечку. Сначала вошел в состояние такое заторможенное спокойствие. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.